Библейский портал экзегет.ру представляет Огромная держава, в состав которой входил иудея, пока не началось восстание И которая, конечно, не прочь иудею заново захватить По сути дела, что мешает внутренней распри После смерти Антиоха Епифана, который, собственно, начал всю эту историю Провозгласив недозволенными иудейские обряды и традиции Два царя, два его наследника и преемника Один назначен самим Антиохом Епифаном, второй назначен его полководцем Лисием Но вдруг у нас появляется в седьмой главе третий претендент В 151 году, соответственно, от Александра Македонского Это, скорее всего, 162 год до н.э. Деметрий, сын Селевка, покинул Рим, вступил с немногими людьми в один приморский город И провозгласил там себя царем Кто это такой? Династия селевкидов довольно обширна И много потомков, которые носят имя Селевка Собственно говоря, представители этой династии В том числе некий Деметрий, который живет время на время Но решает, что самое подходящее время Тоже заявить о правах на престол И он высаживается на территории этой самой страны И провозглашает себя еще одним царем И было так, когда он входил в царский дворец своих отцов Войска захватили Антиоха и Лисии, чтобы привести их к нему Это другой царь, да? И его, собственно говоря, главный сторонник, который посадил его на престол Лисии Когда ему стало известно об этом, он сказал Не показывайте мне их лиц Тогда войска убили их, а Деметрий взошел на престол своего царства Вот, наконец, еще один царь И, в принципе, иудеев спасает, мы скажем, Бог Но через что? Через вот эту самую сумятицу, да? То есть, если бы не эта бесконечная смена лиц на царском престоле Наверное, бы уже их дожали Но вот каждый следующий царь начинает с того, что предыдущего убивает И занимает престол, поэтому надо как-то с этим всем разобраться Иудея не очень важна в этом случае И пришли к нему все отступники и нечестивцы Израиля А возглавлял их Халким, который хотел быть возвещенным в священнослужение То есть, они хотят не просто отомстить, скажем, Маковеям Они хотят быть лояльными в селевкидской державе И, собственно, возглавлять местное управление в Иудее Они обвиняли народ перед царем, говоря так Иуда и его братья погубили всех твоих друзей А нас вышвырнули вон из нашей земли Так пошли же теперь человека, которому ты доверяешь Меня, меня Чтобы он пошел и увидел все то разорение Которое они причинили нам и стране царя И пусть он накажет их всех, кто им помогает Любят люди наказывать других Особенно с позволения царя Ну что ж Но царь выбирает не одного из них Тогда царь выбрал Бакхида Одного из друзей царя, который правил Заречье, был большим человеком царства И хранил верность царю Заречье — это, собственно, область между Ифратом И Средиземным морем Царь послал его и Алкима, нечестивца, которую он возвел в священство Того самого, кто приходил, все-таки и его тоже Приказав ему отомстить сынам Израиля Они отправились в путь, пришли в землю Иуда с большим войском И он отправил к Иуде послов Чтобы обмануть их мирными предложениями Но наши не вняли их словам, ибо увидели, что они пришли с большим войском Вроде опять начинается война Вот никак селевкиды не уймутся Уж слишком велика разница Крохотный маленький народ Где-то на краю Средиземного моря И большая империя Тогда сообщество книжников пришло к Алкиму и Бакхиду Рассчитывая найти правду Что за сообщество книжников таких? Ну вот некоторые учители и знатоки закона И у нас есть народ, он упоминается И есть вот эти самые книжники И похоже, что они пытаются каким-то образом уладить эту ситуацию Осидеи первыми из сынов Израиля просили у них мир Осидеи, но это слово явно восходит к еврейскому слову хасид То есть тот, кто верен Богу Сегодня хасиды это религиозное течение в Иерусалиме В иудаизме, простите А тогда в Иерусалиме это, видимо, тоже некоторое Достаточно благочестивая группа Но мы мало что о ней знаем Это вот некоторая такая отдельная религиозная группа Ибо сказали они Этот человек, священник из семь Нерона Пришел с войском, но нас не обидят Соответственно, Алким Он же из священнического рода Значит, при нем можно все-таки как-то вернуться хорошо Алким беседовал с ними дружелюбно и поклялся им так Мы не причиним зла ни вам, ни вашим друзьям А они поверили ему А он схватил 60 человек из них и убил их в один день Согласно тому, как было написано Тела твоих святых, кровь их на земле вокруг Иерусалима И некому похоронить их Это из псалтири Причем тут два места из разных псалмов соединены Точнее сказать, два стиха разных соединены Из 79-го или 78-го по другому счету псалма И охватил весь народ страх и трепет пред ним И поговорили, нет в них ни правды, ни суда Они нарушили договоры, данную им и клятву Затем Баххид ушел из Иерусалима И разбил стан в Бетзайте Он послал людей, схватил многих из тех Кто оказался перебежчиком в его ряды А также кое-кого из народа Принес их в жертву, бросив большой колодец То есть, смотрите, он даже своих не щадит И вот такая логика карателя Каратели приходят и уже там жгут, убивают направо-налево Лишь бы люди боялись их Потом, поручив страну Алкиму И оставив ему в помощь войско Тому самому Алкиму, который стал священником После левкидской версии Баххид отправился к царю И пришлось Алкиму бороться за стан первосвященника И стеклись к нему все мучители своего народа Они овладели землей Иуды И нанесли сильный удар по Израилю И увидела Иуда все зло, которое причинили Сынам Израиля, Алким и его сообщники Хуже всяких язычников Как всегда, предателей своих хуже откровенных врагов Потому что предатели своих все знают И он обошел кругом все пределы Иудея Неся отмщение перебежчикам Иуда Маковей снова начинает свою партизанскую войну Вот вроде все кончилось Но снова и снова и снова Так что они остерегались делать вылазки в окрестности Алким же, видя возросшую силу Иуда и его соратников И поняв, что не может им противостоять Возвратился к царю И возвел на них обвинения в тяжких злодеяниях Тогда царь послал Никанору Одного из своих прославленных военачальников Который ненавидел Израиль И был ему враждебен И приказал ему уничтожить этот народ Вот уже шарахаются от мира До полного истребления народа Но вот селевкидская власть Крайне непоследовательна И слепа она не видит Даже насколько Вот эти ее хаотичные дергания Ей самой усложняют жизнь И пришел Никанор в Иерусалим с большим войском Послал к Иуде его братьям гонцов С якобы мирными предложениями Говоря так Не бывать в войне между мной и вами Я приду с немногими людьми Чтобы мирно встретиться с вами Лицом к лицу И пришел он к Иуде Они дружелюбно приветствовали друг друга Но враги были наготове Чтобы схватить Иуду Однако Иуде стало известно Что Никанор пришел к нему с коварными замыслами Тогда он испугался И не захотел больше видеть его лицо Никанор узнал, что его замысел Не укрылся от Иуды И вышел против Иуда в битву При Хафарсаламе Из войска Никанора Пало около 500 человек А остальные бежали в город Давид Вот Никанор все же открывает Боевые действия Но для себя пока что неудачно После этих событий Никанор поднялся на гору Сион Некоторые священники из святилища С ними некоторые старейшины народа Вышли, чтобы мирно приветствовать его И показать ему всесожжение Совершаемое за царя То есть какая-то часть хочет жить просто мирно По своим обрядам Но не нужна им никакая независимость от селевкидов Они готовы за него молиться Приносить жертву Просто не надо, пожалуйста, ничего мешать Не надо нас трогать А он издевался над ними Восмеивал и оскорблял их И высокомерно говорил с ними Разъярять он поклялся Если сей же час Иуду его отряд не отдадут в мои руки То когда вернусь с миром Я спалю этот дом Имеется ввиду храм Он ушел в ярости А священники вошли Встали пред жертвенниками храма Зарыдали и стали говорить Вот тоже, да Власть, которая заставляет людей Буквально молиться о своем свержении Никонор мог совершенно спокойно С ними договориться Там было достаточно тех Кто готов был принять власть Селевкидской державы Но он не давал им этой возможности И поэтому они молятся О победе над ним Ты избрал этот дом Чтобы назывался он именем твоим Чтобы был он для твоего народа Дома молитвы и мольбы Отомсти человеку всему и воинству И пусть они падут от клинка Помни об их кощунстве Не позволим устоять Ну, и эта молитва Узнаем, сработала ли Была ли принята Тем временем Никонор вышел из Иерусалима Разбил стан в Бетуроне Где к нему присоединилась Сирийская войска То есть сирийцы Еще один из окрестных народов Довольно многочисленный И, очевидно, тоже подчиняется Селевкидам А Иуда с тремя тысячами человек Разбил стан в Адасе Всего лишь три тысячи И стал Иуда молиться и сказал Когда посланники царя кощунствовали Вышел твой ангел И празднил из них Сто восемьдесят пять тысяч Точно так же сокруши сегодня Его отряд у нас на глазах И пусть остальные узнают Что Никонор разводил хулу На твоей святыне И вынеси приговор По злобе его Ну вот Какой-то прецедент Когда кто-то Хулил тебя То ты дал нам победу Что же это за царь Это ассирийский царь Синахириб Который осаждал Иерусалим И точно так же Хулил Бога Но вот, соответственно, Есть прецедент И Они молятся о том Чтобы это все было Точно так же И в этот раз И сошлись отряды в битве В тринадцатый день Месяца Адар И отряд Никонора Был разбит Сам он первым Пал в той битве А когда отряд увидел Что Никонор убит Они побросали оружие И бросились бежать Наши преследовали их До самого Газера В одном дне пути от Адаса И трубили им вслед Вестовые трубы Тогда из всех Окрестных деревень Иудей вышли жители Окружили врагов с флангов Те повернули Навстречу своим преследователям Но все они пали от клинка И ни один из них не уцелел Захватив добычу и продовольствие Наши отрубили Никонору голову И правую руку Которую он так самонадеянно поднимал Принесли их И подняли на стену Иерусалима Вот Да Мог договориться Не захотел Кончилось все плохо И народ возликовал И провел тот день Как день великой радости И решили ежегодно Отмечать этот день Тринадцатого числа месяца Адар На краткое время Покоилась земля Иудеи Праздник отмечался Накануне праздника Пурим И в чем-то между ними было сходство Да Поскольку он тоже Отмечает праздник Пурим Четырнадцатого числа месяца Адар Ну Соответственно Вот Потом он вышел из употребления Как бы слившись с этим самым праздником Пурим На краткое время Покоилась земля Иудеи Есть повод поговорить О каких-то других вещах И Восьмая глава будет посвящена им Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok